Синемания. Область культуры. Вся палитра культурной жизни мира, страны, Москвы и Подмосковья. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи. Доброго времени суток, крохотной, разрывающейся на злобные части, бессмысленной голубой планете Земля. Вы слушаете первое подмосковное радио, Радио 1, и сегодняшнюю программу Синемания ведет Виктория Малюкова. И создатель программы Синемания, киножурналист Давид Шнейдеров. Значит, нашего следующего гостя давай сделаем так. Сначала я его назову, затем ты задашь традиционный вопрос. Хорошо. После чего я расскажу об информационном поводе. Хорошо? Очень хорошо. Вот, договорились. Итак, наш сегодняшний гость – режиссер Глеб Черепанов. Глеб, в нашей программе есть традиция. Все те, кто закончил театральный институт имени Бориса Щукина, рассказывают о своих преподавателях. Поэтому, пожалуйста, рассказывайте. Да, ну, у меня все просто здесь, да, я закончил действительно Щукинский театральный институт, училище в прошлом. Вы училище или институт закончил? Уже институт, институт был, да, да, да. Вот, и закончил я курс Валерия Фокина. У него был такой единственный опыт, на самом деле, преподавания очного. То есть это был очный актерско-режиссерский курс. Иногда вот в Щукинском училище такое бывало, да. Обычно там заочный режиссерский факультет. Но у нас был вот по схеме ГИТИСа была актерская группа и была режиссерская группа при ней. Вот. Актерскую группу у нас вела Марина Александровна Пантелеева. Наверняка Давид ее тоже знает. Да я даже застал ее замечательный спектакль. Да. Курс, где Юлия Рудберг училась. Да. Да, она прекрасный педагог. Она уже, говоря так честно, да, она сильно довольно болела уже, когда преподавала у нас. И плохо себя чувствовала. Но при этом женщина, конечно, замечательная, с таким уникальным чувством юмора, очень жестким, которое я очень люблю. Да, когда в пожилой женщине есть такое довольно жесткое чувство юмора, мне кажется, это прекрасно. Вот. Но мы, конечно, учились в основном в центре Мирхольда, режиссеры. И у нас преподавал, естественно, сам Фокин, причем он действительно уделял нам время, несмотря на свою огромную занятость, потому что он еще и в Петербурге возглавлял и возглавляет, да, Александринский театр. Но с нами вот первые три года он занимался довольно плотно. И Николай Рощин, да, тоже был нашим педагогом. Это такой известный в театральной среде режиссер. Сейчас он, собственно, главный режиссер Александринского театра в Санкт-Петербурге. Вот. Ну, а Щукинское училище мы прошли буквально, тут не хватит нам программы, да, потому что там все так устроено, что ты проходишь через всех педагогов. И мы, режиссеры, тоже делали отрывки, и как артисты в том числе. В дипломном спектакле играли, как артисты. Да, играли в дипломном спектакле, должны были, как артисты. Вот, поэтому, собственно, ну вот все, весь цвет, можно сказать, Щукинского училища, да, он у нас преподавал, конечно, я их всех знаю, помню. Ну, и сейчас, конечно, сейчас это так звучит немножко, наверное, знаете, дежурно, но действительно вот сейчас я им очень благодарен. Вот. Тогда у нас бывало разное, как всегда в период учебы, да, вот. Но сейчас я им очень благодарен, потому что, ну, собственно, все оттуда, конечно, вот, все, все, что я собой представляю сейчас, во многом, конечно же, оттуда. Да. Вот. И очень важно то, что в Щуке учили режиссеров, я знаю, не во всех училищах этому обучают, правильному взаимодействию с актерами. Да. Правильному взаимодействию. Да. Потому что очень во многих случаях режиссер рассматривает актера как марионетку, как пластилин, а здесь учили, как работать с актерами. Да, да. Давид, а у вас заочный был? У меня заочный режиссер. Ну, вообще, в Щукинском, это, в принципе, известные на всю страну, да, режиссерские факультеты, там обычно заочный групп, он, собственно, так был задуман и создан когда-то, потому что люди со всей страны могли вот так, уже работая, например, в театрах, да, получить высшее образование. Многие из них уже спектакли ставили, да, или были главными режиссерами. У нас на курсе учился парень, он был народный артист таджикской СССР, народный, и был его главного режиссера Харокского драмтеатра, но он не мог стать главным режиссером, потому что у него было только актерское образование. А требовалось режиссерство. А требовали режиссерство. Да, да, но вот редко очень, там бывают такие, раз в какое-то время, вкрапления вот такого очного обучения. Лёш Калысенков учился в своё время на такой же актёрско-режиссёрской факультете. Да, да, да. Ну, Фокина туда просто пригласили, да, очень давно его уговаривали, потому что он тоже выпускник Щуки, да, и он, наконец, вот дал согласие, и мы, собственно, стали вот тем самым его единственным курсом. Ну, теперь давай поговорим об информационном поводе. Даже интересно, что же это за повод, Давид, вы приготовили? По России прокатилась волна отмен спектаклей. Началось всё с Тангейзера в Новосибирске. Спектакль отменили, руководство уволили. Страсти по Тилю, пьеса Григория Горина по Шарль де Кастеру. В Вологде спектакль отменили, режиссёр уволился. Я даже не знал, да. Спектакль отменили, главный режиссёр уволился. Сейчас отменили в Театре ДОК спектакль похороны Сталина. Сегодня прошла информация. И вот был отменён спектакль Глеба Черепанова «Белая болезнь» по пьесе Карла Чапака. Премьера была запланирована 24-25 сентября в Театре «Красный факел». Её перенесли бессрочнее. Цитирую. «Действие пьесы происходит во время эпидемии подготовки к войне. Иногда в Театре так случается. Какой-то материал вдруг становится не совсем уместным. В конкретный период это невозможно не учитывать. Поэтому приняли совместное решение отложить на время премьеру. Пресс-служба цитирует режиссёра Глеба Черепанова. К примеру, спектакль отменили из-за неуместности». О чём, кстати, пьеса Чапака? Ну, в первом предложении уже, в общем, сказали. То есть там действительно, если очень коротко, главное такое событие, это, безусловно, пандемия неизвестной болезни, пришедшая из Китая. Это у Карла Чапака сказано... В былые годы. Это фиг знает, когда написано. На 36-й год до Второй мировой войны. А к вам пьеса это уже попала, когда была пандемия? Или до? Нет, пьеса издана, я её читал ещё когда в «Щуке» учился. Нас на курсе отрывок ставили. Да, что мы-то её взяли, потому что я с «Красным факелом» уже сотрудничал. Я выпустил там спектакль «Карьера Артура Уи» по Бертольту Брехту. И они меня позвали на новую постановку. Но было это, ну, получается, вот сколько там, два, даже чуть ли не два с половиной года назад. И практически сразу мне директор театра, вот Александр Прокопчик Улябин, он прислал эту пьесу. Это было уже его предложение мне, да? Потому что Брехта им я предлагал в своё время. Брехт сейчас, ох, как может быть. Конечно, конечно. Идут бараны в ряд, бьют в барабаны, кожу для них дают сами бараны. Ну, этот спектакль, кстати, идёт в театре на Таганке. Этот спектакль, да, гремел в театре на Таганке. Да. Кто принял решение об отмене? Решение мы действительно приняли совместно. Я и директор театра, конечно, да? Потому что, вот объясню вам, да, сразу, чтобы мы, как бы, этот главный информационный повод, ну, как бы, о нём его проговорили, да, тут действительно никакого, никакой речи. Вот расскажу вам, как есть. Дальше уже можно оценивать наш поступок нашим слушателям, да, потому что мы действительно... О чём идёт речь в пьесе, да? Речь идёт в ней о войне, которая начинается, да, и вся вторая часть пьесы посвящена вот этой самой войне, которая случается в центре Европы. Да, повторюсь, что пьесу мы нашли вот два года назад, да, получается, до всех событий, даже репетировать её начали до начала событий в феврале этого года. То есть мы начали зимой. У нас так получилось в этот раз, что мы сессиями такими репетировали из-за разных планов театра и моей занятости. Вот, и поэтому мы начали зимой, потом начало происходить всё, что начало происходить, и вернулись к ней летом, да? Вот, и, соответственно, вот я вам... Я вам просто приведу такой простой пример, да? Я помню тоже, когда я ещё учился студентом, вот я вспомнил это по дороге к вам сейчас, да, в МХТ имени Чехова, в театре, с которым я плотно потом сотрудничал, в будущем, да, была назначена премьера спектакля «Терроризм» по пьесе братьев Пресняковых, да? И произошли события на Дубровке, да? То есть буквально, ну, за несколько дней до премьеры. И пьеса «Терроризм» не имела никакого отношения, естественно, к событиям на Дубровке. И вообще никак с ними не пересекалась. Ни сюжетно, ну, никаким образом, да? Но вот само это название, которое никто не захотел менять, да, оно, конечно же, ну, вы понимаете, да, действовало странно в такие дни, когда люди переживали реальную трагедию. И я очень хорошо помню, потому что я тогда собирался на этот спектакль посетить, да, по студенческому билету, вот, что премьеру месяца на полтора отодвинули, да, тогда. И перенесли. Она состоялась, спектакль вышел, а потом шел и пользовался большим успехом. Но в те самые дни это тоже, там, Олега Павловича Табакову, как я понимаю, да, показалось, ну, не очень уместно выпускать спектакль с таким названием. Нормальная внутренняя цензура просто получилась. Да, ну, потому что ведь в театр приходят люди, зрители, да, люди разных взглядов. И мне кажется, это главный плюс театра и главное его вообще по сегодняшним дням достоинство, что в зал приходят разные люди. И мы, да, мы, ну, вот какая-то такая, знаете, чисто человеческая уместность или неуместность. И сейчас тоже, когда мы поняли, что сейчас, потому что у нас был, никто же не знал, чем завершиться, да, начавшаяся в феврале специальная военная операция, да, чем она, и сейчас мы не знаем на самом деле, да. Вот. И была какая-то мысль, никто не знал, сколько это продлится. Но сейчас, когда в сентябре этого года пошло, я скажу вам прямо, просто такое обострение ситуации, в том числе военной ситуации, да, когда начали гибнуть люди и так далее, и так далее. Но я скажу вам честно, что мы с какой-то человеческой точки зрения, и, главное, обсудив это с артистами, которые очень хотели и хотят это играть, и мне кажется, я это скажу, хотя режиссер не должен этого говорить, у них там, у некоторых из них могли бы быть очень серьезные и важные роли, потому что мы уже практически спектакль собрали, да, мы сделали видеозапись этого прогона, все декорации, костюмы театр сохраняет, они не уничтожаются, да, как обычно в театрах бывает, если там спектакль не вышел или не идет, вот. Но мы приняли решение и особо это подчеркнули, да, в своих словах. Сейчас этого не делать, потому что сейчас, знаете как, мы все сейчас немного травмированы, мне так кажется. Вот вне зависимости от наших политических взглядов, мы все находимся под прессом того, что происходит каждый день. И вот как бы в эту рану, которая у всех нас есть, еще сейчас погружать палец и как бы расковыривать ее, нам показалось действительно не совсем уместным. И скажу вам в заключение, что решение это безусловно очень непростое для нас было, потому что ну какой же режиссер нормальный, когда спектакль уже близится к выпуску, он практически собран. Мы уже пришли... Декорации, костюмы. Да-да, все есть, все почти в полном режиме. Мы репетировали уже в декорациях и должны были перейти вот в режим полных прогонов таких, да. Какой же нормальный режиссер захочет это прерывать, тем более, скажу вам опять же, очень нехорошо для режиссера, когда ты ощущаешь, что все складывается. То есть у нас нет ни одной творческой причины, да, творческой, потому что артисты хотели, у артистов действительно там сильнейшая труппа, прекрасная в красном факеле, с ними одно удовольствие работать. И мы, и с творческой точки зрения, мы были абсолютно готовы, да и есть, да, выпустить этот спектакль. Но после буквально недели разговоров моих, и скажу вам честно, не буду этого скрывать, по моей инициативе разговоров с директором, да, с прекрасным директором Александром Прокопьевичем Кулябином, да, мы приняли это непростое решение, потому что, и, мне кажется, слово уместность, оно сейчас ключевое, вот, ключевое для меня. Это первый раз в моей жизни такая история, да, я надеюсь, что и в последней, очень надеюсь, да. Но, и главное, о чем я хочу сказать, мы вот буквально недавно связывались с театром, это не бла-бла-бла, то есть действительно важно, вот вы снова сказали об отмене спектакля, а мы говорим о переносе премьеры, да, и мы верим, что она случится. Знаешь, Виктор, практично какую историю рассказывает Глеб? В Америке в свое время сняли боевик. Боевик с главным харизматичным героем, типа Брюса Уэллиса, Дуэйна Скалы Джонса, который в одиночку вступил в схватку с террористами, которые захватили небоскреб, а затем направили в него самолет. Была назначена дата премьеры, а на следующий день было 11 сентября. Фильм не вышел вообще, фильм похоронен, фильм не выйдет. Очень удивительно, как это вот предсказывается, да, что это такое? Владимир Вольфович. Глеб, насколько имеет право руководство театра влиять на репертуар? Не, ну руководство театра, оно напрямую влияет на репертуар, потому что оно приглашает режиссера и утверждает с ним материал, да, то есть либо режиссер предлагает, а руководство выбирает, да, либо руководство, как, например, в случае с «Белой болезнью», это было предложение театра мне. А, кстати, что вам показалось неуместно в данной ситуации? Пьеса или трактовка этой пьесы? Ну, вы знаете, даже в большей степени пьеса, да, потому что сейчас это нормальная история, понимаете, потому что вот во время такой, я повторюсь, не буду больше на этом делать такой акцент, да, но просто нам показалось, что когда погибают люди, нужно думать о том, что, ну, как бы, нужно брать на себя ответственность. Представить веселые комедии. Нет, совершенно не обязательно, конечно, не обязательно, но просто, вот я говорю, что в этой пьесе совпадение... Война и мир уместно? Конечно, война и мир уместно, да, мне кажется, абсолютно уместно, да, но просто в этой пьесе есть просто фактические совпадения, да, с тем, что происходит сейчас, и от этого неизбежно появляется какой-то некий оттенок спекулятивности. А в ситуации, в которой мы... Должна пройти, мы должны, вот когда ты говоришь о каких-то даже острейших событиях, на небольшой, пусть на небольшой, но дистанции, по крайней мере, когда они завершились, да, это я могу для себя понять, а когда они происходят здесь и сейчас, давайте скажем честно, мы даже еще проанализировать всерьез не можем, что происходит и что произошло. Это невозможно, да, и делать на эту тему спектакли, я говорю за себя, да, я сейчас, безусловно, не готов. Материальные потери лягут на театр? Материальные потери, опять же, повторюсь, мы очень надеемся, что их не будет, потому что... Да, конечно, но директор у нас особо подчеркнул, что все декорации и костюмы сохраняются. Сохраняются. Видеозапись прогона полного мы сделали, и очень надеемся, как только, причем не сильно с этим затягивая, иначе все лишится смысла, но как только ситуация хотя бы немного, как бы, спадет острота... Станет ясно или станет ясно? Да, мы вернемся к этому. Скажите, как вы относитесь к распространенному тезису «Хочешь свободы, не бери денег у государства». Упрекали очень многих режиссеров, говорили, «Ребят, если вы берете у государства деньги, извольте делать то, что вам говорят». Как вы к этому относитесь? Ну, тут очень просто все, мне кажется, потому что ведь мы берем деньги у государства, да, но что такое эти деньги? Это деньги налогоплательщиков, то есть у нас... То у государства своих денег нет. Ну, конечно, да. Это деньги наши. Да, да. А мы все, да, мы очень разных взглядов, соответственно, как бы, каким образом можно вычленить, значит, чьи деньги ты тут берешь, да, поэтому, конечно, нет, этот тезис, он абсолютно, ну, неприменим. Неприменим. Вот. Другое дело, что, конечно же, вот я вам повторюсь, никто не предполагал, что мы окажемся в такой острой ситуации. Я для себя сделал такой выбор. Вот просто я посчитаю, что, ну, вот у меня эта метафора родилась с какой-то раной, которую ты начинаешь как-то корябать и царапать, да. Это не очень для меня лично правильно сейчас. А над чем вы сейчас работаете? Вот вы же переключились, получается, оставили этот спектакль? Ну, конечно, да, да. Ну, сейчас сразу так получилось, видите, несколько спектаклей у меня в разработке, да, и, ну, разные, Шекспир, да, и Человек-амфибия. О, как сейчас Макбет-то неуместен. Макбет, но у нас не Макбет. А что? Ну, поделитесь секретом. Ну, сейчас театр один объявит про это, да, я, наверное, просто до художественного руководителя не могу про это говорить, но это «Сон в летнюю ночь». Ой, как прекрасно, я так люблю «Сон в летнюю ночь», это класс. Ну, вы знаете, сейчас... Пусть смеяться. Сейчас, в общем, понятно, что, возможно, театры сами опасаются, но в то же время это и психологически... Смотрите, Ричарда Третьего. Да, я его поставил в прошлом сезоне вот в Тюменском БДТ, там прекрасный театр большой, драматический, вот, мы выпустили ровно вот год назад Ричарда Третьего, сейчас поеду делать туда вводы, вот. «Зима, тревоги наши, позади». Михаил Александрович Ульянов играл Ричарда Третьего, да, великий наш. Но сейчас это объяснимо, я быстро прямо закончу, такой выбор даже материала, потому что, мне кажется, дело не только в театрах, которые чего-либо опасаются, хотя и это может иметь место, да, но... «Пуганая ворона» кустово. Но и в зрителе, видите, знаете, я вижу, что сейчас... Это нормально, сейчас зритель... У меня друзья, которые еще и Щукинские, которые работают в театре на Таганке, они рассказывают, люди приходят в кассы покупать билеты, два вопроса. Первое, есть ли над чем поржать? Второе, есть ли кто-то из сериальных? А вообще, на ваш взгляд, театр без господдержки может существовать? Ну, может-то он может, но, конечно, мы с вами знаем такие явления, да, это театр, там, ну, вот те же, там, театр ДОК или Калида, театр в Екатеринбурге, да, который годами существует как независимый, вот, но в массовом варианте, конечно, нет. Вот, потому что театр практически не может быть прибыльным. Я понимаю, я просто вот сейчас слушаю Глебу и думаю, а как же построили театральный бизнес в Америке, где на весь город Вашингтона, всю столицу Соединенных Штатов есть ровно два репертуарных театра, ровно два. Арина Стейдж и Шекспировский театр, все. При этом куча небольших, куча, которые существуют на членские взносы, на спонсорские взносы, на гранты, дотации и прочее. Бездна театра больше, чем в Москве. Как же они так? Ну, вы сказали ключевое слово на спонсорские взносы, да. Они продумали систему, как спонсорство выгодно. Да. Выгодно людям, вкладывающим в культуру. Это очень выгодно. А режиссер, работающий в гостеатре, может быть свободным? В каком? Тут, знаете, философский вопрос. А каждый из нас может быть свободным вообще, в принципе, да? Человек, свободен ли он? Да нет, конечно. Честно вам скажу, режиссер, надеюсь, нас сейчас не слушают какие-то мои там артисты и так далее. Режиссер кажется самым, казалось бы, свободной профессией, да? В отличие от артиста. Он выбирает материал. Кто-то в репертуарных театрах идет беспрерывный срать между главрежем и директом. И решает, кто главнее, Римас Туменос или Кирилл Крок? Ну, Кирилл Крок это мудрейший директор. Марк Варшавер. Он всегда говорит, что главный Римас Туменос. И правильно делает. А вот правда, кто главнее? Тот, кто деньги дает? Вот генеральный директор, да, условный театр? Или все-таки вот художественная часть? Я вот отвечая на вопрос Давида, вам скажу, что на самом деле, вот это такой секрет, нас же сейчас никто не слышит, да? Нет, конечно. Вот только вам СМС-ки присылают, да-да-да, вот сейчас СМС-ки вам, Глеб. Ну, не пугайте, нас никто не слышит, да, говорит. Вот режиссер, это зависимейшая просто профессия из всех возможных. Потому что ты зависишь от всего и от всех. А вы можете актером быть? Нет, для того, чтобы Глеб был неправ, для того, чтобы Глеб был неправ, нужно, чтобы это был театр Списивцева, театр на Красной Пресне, театр Человек, театр на стульях, театр Модерн и так далее. Вот тогда, если это театр Юрия Грымова, вот там главный Юрий Грымов и никакой не директор, главный Грымов. Понимаешь? Да, понимаю. То есть важное имя. СМС-ки. Уважение вашему гостю, послушал его сейчас. Хочется поблагодарить за позицию, пожелать дальнейших творческих успехов режиссеру. Смотрела пару постановок Черепанова в сфере. Очень хорошее там пространство. То есть с этим вопрос. Есть ли у режиссера любимый театр, куда он как зритель любит ходить? Как зритель? Ну, вы знаете, вот прям театра нет, есть спектакли мне интересные. Я, конечно, люблю очень, да. Но сейчас кого-то выделишь, а кого-то обидишь. Что же с этим сделать? Вот абсолютно согласен, когда спрашивают. Твой любимый спектакль. Ну, как можно? Этот любимый, этот не любимый. Или твой любимый режиссер. Скажешь, Иванов, Сидоров обидится. Да. Скажешь, Сидоров, Иванов перестанет отвечать на звонки. Давайте, Кур, у нас катастрофически, Глеб, заканчивается время. Я очень благодарен вам за разъяснение этой ситуации. Потому что, вы знаете, интернет превратился в тотальную помойку во многом. И в огромном количестве телеграм-каналов, и в запрещенной в России социальной сети упрекали Глеба Черепанова в трусости. Причем в некоторых открытым текстом, ссылаясь при этом на ваши слова, на ваши выступления перед труппой. Я очень рад, что все точки над И расставлены. Я благодарен Глебу за то, что щука, которая учила нас никогда не бояться, она осталась в нас с Глебом навсегда. Поэтому, Глеб, я очень прошу вас сейчас публично прийти к нам еще раз, только не на полчаса. Когда будет сон в летнюю ночь. Да. А на часовой эфир я хотел бы поговорить с вами, я прямо обрисую круг вопросов. Репертуарные от репризной театра, разница в постановках драматических спектаклей и оперы, разница в работе московских и питерских театров и региональных. Как много вопросов у нас осталось. А у нас на целый час еще как минимум разговор. Договорились. Спасибо, Глеб. Ждем вас снова. Сейчас короткая реклама, вернемся. Синемания. Область культуры. Вся палитра культурной жизни мира. Страны Москвы и Подмосковья.